так здравствуйте сейчас будем рассматривать делать новый проект это пупсик поросенок то есть вот мне хотелось его сделать пупсика в виде животных тоже это очень интересно мне так кажется но в крайнем случае если кому-то покажется интересным значит тогда смотрите этот это видео и сделайте такого если нет значит значит нет ну это принципе основа полностью такая же как у пупсика пупсика человеческого а это вот вот такой вид у пупсика поросеночка и мы его сейчас начинаем делать так и начинаем делать из двух носочков вот такие вот носочки капроновые это для взрослых людей они хорошо растягиваются ну вот как они вот такого размера я сейчас вставлю носочек другой носочек и начнем то есть это также можно сделать из обрезанного колгота но у меня есть носочки поэтому я и их употребляю то есть если бы было что-то другое я бы делала с чего-то другого то есть это не обязательно наверно иметь носочек вот значит вот два носочка и сюда залаживаем синтепух ну принципе как и все пупсики вот залаживаем синтепух здесь его обрабатываем но вовнутрь можно вставить вовнутрь можно вставить и синтепон то есть он будет держать форму ну и также по каким-то другим соображением у кого какие есть то есть вставляем синтепон это уже как кому и здесь вот вытягиваем это туловище и и здесь я сейчас вот завяжу этот мешочек здесь и продолжим так и у нас этот мешочек уже связаны вернее наполненные связанные сверху и сейчас поделим где-то напополам плюс-минус ну хорошенько нужно его конечно промассажировать вот и делим где-то напополам или чуть чуть больше головка сейчас посмотрим взяла крепкую нитку и начинаем стягивать сейчас еще наверно чтобы мне было легче еще могу немножко руками себе помочь вот и смотрим подтягиваю обе обе нитки так и смотрим еще раз ну вот так плюс-минус наверное будет нормально я сейчас завяжу ух ты оборвалась оборвалась значит я сейчас укреплю этой которая у меня осталась и потом конец здесь здесь просто приклею клеем горячим чтобы она не распустилась так ну еще раз массажируем смотрим чтобы было одинаково и получается вот такая у нас такая фигурочка так из чего сейчас начинаем начинаем делать ротик так начинаем формировать ротик и здесь естественно вот так на половину лица здесь собираем немножко я отделяю немножко синтепон синтепух то есть так иголочкой потому что специально он не заложенный а уже с того что у нас есть я вот так выделяю я ротика выделяю чуть-чуть мне будет легче потом его прошить ну где-то вот так это будет ротик и я беру длинную иголочку длинную иголочку и вставляю вот сюда и сюда и смотрю то есть вот такой должен быть ротик ну тут может быть чуть-чуть пошире сейчас чуть-чуть уменьшу так еще раз просматриваю может быть сейчас делаю чуть чуть повыше вот какое расстояние вот чуть чуть повыше от горлышко если вот у меня здесь палец ложится чтоб так можно было ориентироваться вот палец ложится и здесь вот горлышко попробуем так вот так где-то будем делать ротик я зайду сейчас отсюда сверху вот в принципе да зайду я сверху у меня здесь туго завязана зайду откуда мне лучше зайти зайду сверху так и завяжу здесь маленький узелочек завяжу еще один чтоб не было видно особо и теперь обрежу разрежу эта часть нитки так и сверху я зашла и начинаем делать ротик выхожу в эту точку сейчас я немножко приближу камеру может быть в ней вот вот сверху я захожу и вывожу чтоб не было легче в эту часть ротика выйду не натягиваю нитку чтоб не стянула голову а начинаю отсюда в середину вот эти здесь 2 вот эти четыре точки здесь 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 и здесь то есть я отсюда прохожу в эту вот в эту точку и так прохожу несколько раз так 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 то есть вот таким образом проходя несколько раз я укреплю эту нитку и она не потянет за собой откуда мы пришли сверху то есть она не затянет это место поскольку я сейчас сделаю движение туда и назад несколько раз три-четыре раза и то есть она закрепится ниткой не потянет к нашу конструкцию и еще раз зайду то есть сюда и теперь здесь эта ниточка останется внутри я выхожу в эту точку вот в эту точку которая внутри и вот так же делаем теперь вторую часть заработала радио неожиданно за радио русская на языке не работала это наверное интернет нашелся так и сюда выхожу то есть теперь я подтягиваю чуть-чуть здесь эту ниточку и теперь уже закрепляю отсюда сюда теперь уберу эту заколку она мне только мешает я уже вижу куда мне руками обязательно руками придерживаю потому что прорвется нитка вот такой получается ротик и теперь мне остается она не закрепилась поэтому поэтому я еще вот уже на втором виточки могу опять подтянуть вот я опять подтянула то есть уже она за рукой у меня нитка не выскользнет ну теперь я могу ее уже окончательно укрепить и вот таким образом мы сделали ротик обязательно поддерживаете руками вот так у нас получился вот такой ротик так ну и теперь из кусочка капрона и немножко синтепона я сделала вот такой вот такие шарики вот такой вот шарик то есть это очень просто завязала здесь и обрезала полностью то есть как бы не буду показывать вот а теперь из него я сейчас вот сделаю поставлю такие вот две намёточки чтобы было видно вот так и сейчас мы сделаем этот пятачок захожу отсюда со середины и вот так сюда и вовнутрь и вот сюда и вовнутрь два раза прошла подтянула и получается одна ноздря и съесть и сделаем сейчас вторую здесь все сюда вперед вот получается такое у нас рельце остается завязать здесь узелочек чтобы не распустилась но все равно будем сейчас его приклеивать и приклеивать и ого отскочил будем приклеивать и это место ты смотри как завязалась и она закрепится нитка так ну сейчас я короче распутаю здесь и завяжу узелочек и продукт так значит значит вот у нас получилось такое рельца и мы его сюда сейчас приклеим то есть его не нужно утягивать потому что как у свинки должно быть рельца как бы выступать поэтому мы я его просто вот так сюда приклеим поехали ложу значит клей ложу так чтобы ну не полностью и вот здесь как бы чтоб не затянул он весь объем чтоб объем остался я вот вот в средину и вот так как бы но не по самому по самому краю клей ложу много но в то же время нужно чтобы он не выступил когда я сейчас прижму нужно чтобы он не выступил вот я его ложу много но вот я сейчас приложу много потому что мне нужно что приложу много потому что мне нужно что приложу вот и я не хочу чтобы он выступил вот так буду понемножку вот понемножку сейчас буду прижимать он там немножко будет застывать но я не хочу чтоб он захватил мне объем вверху и не потянул носик вовнутрь поэтому он должен держаться крепко но ну вот сейчас я потихоньку могу уже прижимать и держать но тут тоже надо посмотреть чтоб ротик был пропорционально остался ну и теперь я подержу чтобы это моя конструкция осталась так носик у нас приклеился теперь очередь за глазками ну допустим вот здесь где-то мы поставим пласки я сейчас посмотрю как получится ну и понятно глазки нужно поставить так чтоб носик был посредине это все пропорционально ну вот от этого зависит общий вид вот поэтому надо лучше присмотреть сейчас несколько раз вот вот ну и вот наверное я ближе сделаем глазку ну тут как бы методом проб и ошибок нужно как бы присматривать как кажется вот удобно этими такими заколочками они как-то имитируют глазки и как-то можно сообразить вот ну где-то наверно вот здесь я сейчас приближу к камере вот так вот где-то вот так и начинаем нитка у меня здесь осталось я ее сейчас сюда в глазик вытащу вот вот и сделаю сейчас узелочек вот сделаю еще один узелочек так и теперь значит отсюда я выведу глазки сюда вот в шейку можно поставить тоже такие нами наметочки плюс-минус можно тоже поставить вот 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 так намёточки и сейчас я глазки при вот так прижму сюда к шейке вернее сейчас делаем основание основание для глазок и потом бусинки значит сейчас опять приближу камеру вот то есть уже теперь отсюда отступаю немножко отступаю немножко захватываю пол сантиметра и выхожу я выхожу вот здесь я выхожу в шейку ниже еще шейки сюда выхожу мы прям вот выхожу сюда к шейке сейчас подтянул руками немножко ну и еще сделаю отсюда же и зайду и вот повторный такой шаг и вот так у нас получилось я затянула чтобы не мешало я сейчас обрежу эту верхушечку совсем обрежу чуть-чуть не наклею клеем а так чуть-чуть на всякий случай пипочку а войду чуть-чуть все так теперь отсюда из этого глазка я выхожу в шейку делать второй глаз то есть сюда опять же в это место в шее и отсюда уже можно будет сейчас вытащить мне эту булавочку и тут уже я выхожу в глазик тоже где-то пол сантиметра беру может чуть меньше и возвращаюсь возвращаясь откуда начали вот это первый шаг рукой придерживаю чтобы не порвалась капром и сейчас пройду еще раз сейчас посмотрю непонятно прорвался или нет у меня прорвался немножко капрон меня на глазике немножко прорвался капрон я его сейчас полечу если у кого-то случится такая ситуация вот то я его сейчас полечу и подожду пока высохни значит у меня сейчас приближу вот у меня вот здесь вот порвался все таки немножко капрон не знаю видно или нет я теперь его полючи чтоб знали что можно маленькие такие вот можно исправить дефекты немножко лака бесцветного и и вот подхватываю место где дырочка пошла и вставляю вот так видно не видно но вот так я исправила то есть я теперь подожду пока на таком месте с лаком засохнет это это этот этот лак и тогда уже стрелка не пойдет дальше и можно будет работать то есть этот дефект не будет видно потому что мы сюда глазки приделаем но его еще пока можно исправить потому что он нам на маленькая занимает место и не вот такая операцию можно сделать так и сейчас уже высохла я закончу с глазиком и тогда сделаем ушки так выхожу в это самое место и подтягиваю так и сейчас сразу же пришли глазки две бусинки вот такие две бусинки и сейчас я посмотрел аж мне по на мне она подходит и вместо нормально и сейчас же пришлю сюда бусинки одеваю бусинку вот так видно и сюда то есть опять же возле горлышка здесь подтягиваю два раза сейчас пройду чтоб она держалась и хладик хорошо так И вот так подтянула. Сейчас вытащу, чтобы оказалась нитка внизу. И выхожу сюда. Вот глазик утопился. Хорошо утопился. И я сейчас пришью второй. То есть с этой точки я уже выхожу во второй глаз. И сейчас делаем этот. Отступаю немножко. И в ту же точку плюс-минус, потому что в одну тоже не хочу, чтобы не прорвалось. Ну плюс-минус в ту же точку я и опускаю. И обязательно сейчас еще один раз. Пройду. Захвачу еще раз. Аккуратненько подтяну. И здесь же выхожу в горлышко. Ну такой вот обыкновенный процесс. Решите глазик. Вот. Сейчас еще чуть-чуть подтяну. Ну вот. Вот. Вот теперь я уже подтянута. На этом уровне я уже теперь завяжу. Сейчас выйду чуть-чуть дальше, глубже. И сейчас еще раз, чтобы не было видно стежку, просто попадая в одно и то же место пройду. Вот так. Вот так. И тут уже найду место сделать узелочек. Маленький, чтобы не было видно. Нитка все время двоится или это только у меня. Она двоится. И выйду сюда подальше. Запутаю. Не хочу, чтобы было видно эти узелочки. Сюда пройду. Потом, чтобы не было видно ниточки. Опять выйду сюда. Вот. Опять выйду сюда. Опять выйду сюда. Ну и я уже думаю, она не ослабнет. Так. Вот. Сколько мы сделали работы. Так. Я беру носочек, слаживаю его вот так вдвое. Ну, плюс-минус, чтобы было одинаково в одинаково, конечно, все равно не будет. Так. И разрежу сейчас, наверное, вот так. Может, это будет широко. Так. Это будет два ушка. Ну, сейчас я прошью вручную, потому что на машинке, наверное. Ну, сейчас попробую на машинке, если получится. Так. Прострочила я на машинке. Руками лучше не будет. Здесь вот кусочек, чтобы было видно, кусочек синтепона. Потому что синтепуху, мне кажется, синтепон лучше. Вот. Я его сейчас сложу. Вот так. Он и есть треугольничком. Я еще так вдвое треугольничком его сложу. Вот. И ушко на него выверну. Вот. Вот плюс-минус вот такое ушко получается. Вот. Здесь немножко растяну его при основании. и вот так. И вот так. Такой вид у него, наверное, три. Так. Два наших ушка. И сейчас я его и здесь соберу. Здесь соберу, чтобы было удобно. Наверное, я его приклею. Вот. Вот. Вот так, наверное. Так. Собрала, чтобы не расходилось. И сейчас соберу немножко вот так. Да, наверное, нужно собрать немножко вот так, чтобы здесь было чуть-чуть поуже. Ну, чтобы поуже, да, я, наверное, еще просто пройду. и соберу вот так. И все. Сейчас сделаю второе ушко. Не буду показывать. Не буду показывать. Оно такое же самое. И продолжим. Так. И теперь для того, чтобы делать ушки, вот здесь, вот ровно на этом месте, как я показываю, я сейчас здесь соединю. Пришью или приклею, я еще не решила. То есть и на этом месте я сейчас сделаю такое углубление. Для ушек. А? Узелочек. Так. Ну, вот так. Ну, вот так. Пока руками поддержу. Ну, вот так. Ну, и теперь я просто пройду туда-сюда. чтобы нитку, нитка там запуталась, осталась и не распустилась. Так. Ну, вот закончилась у нас такая операция. Так. Теперь у нас здесь есть эти гнездышки для ушек. Я сюда положу клей и ушки так, чтобы они у меня были наклоном вперед. вот. Я так их сюда и расположу. Вот. Я их так сюда и расположу. То есть положу клей. где мой клей. Так. Значит, вот это гнездышко. клей. И я сюда ложу. Сейчас я приближу камеру. Вот. И я вот сюда немножко так отстраняю. Множко отстраняю, чтобы не приклеилось эти бока. А в основном вот средина. ложу. Множко клея. Вставляю сюда ушко с наклоном вперед. Вот. С наклоном, наклоном вперед. Так. Вот. Мне нужен наклон вперед. Вот. Посмотрим. Если что-то не получится, тогда можно будет доклеить. И сейчас я таким же образом приделаю второе ушко. То есть вот раздвигаю, чтобы мне не приклеить верхние части, а только основание. Потому что будет видно это вся наша работа. Вложу много клеек сравнительно. Вот. И вот здесь, где не сшито, этой стороной я вставляю в это гнездо. Ну, естественно, нужно вставить на одинаковом расстоянии. Вот. Помогайте себе заколочкой. Заколочкой. Чтобы работа получилась тоже аккуратная. так. И я еще могу, конечно, придержать здесь пальцами. так. Потому что объемная штука наши ушки. И вот так вот придерживаю. Сейчас она высохнет и продохнет. Так. И сейчас оформим ножки. Здесь вот я поставила заколочки. Чтобы их было видно. И начинаем формировать ножки. Я захожу отсюда и выхожу в эту точку. И теперь... Наверное, вот так. Плюс-минус тяжело угадать. Ну, наверное, вот так. Плюс-минус. И сейчас сделаем ножки. То есть отсюда-сюда. Опять. Вот так. Затягиваю. И отсюда. То есть туда не прохожу, а сюда вот затягиваю. И опять вот сюда. беру эти заколочки. И продолжаем так. И это расстояние сейчас я поделю напополам. так. Выхожу сюда на средину. и вот так делю до этой точки расстояние. в середину. Вот так. То есть она уже будет напоминать копытца. не просто ножку, а копытца. вот так. То есть этого будет достаточно. Все, я сейчас затянула. Ну, то есть как бы тоже очень сильно не... Вот. Вот такой будет вид. Очень сильно затягивать тоже не хочу. То есть думаю, что так достаточно. И теперь просто пройду сюда еще раз. Сюда тоже еще раз. чтобы не завязывать узелок. И чтобы эта конструкция не ослабла. и обрезаю ниточку. Вот такую операцию мы сделали. Ну, а сейчас я сама... Вот. Сама сделаю вторую ножку. И продолжим. Так. А теперь переходим к... К изготовлению ручек для этого. Поросеночка, свиненочка. Вот кусочек у меня. Так показываю. Да, в принципе, нет сравнения. Потому что по разной бывает толщины. И, в принципе, тут невозможно показать. Я, значит, вот беру такой вот кусочек с синтезом. Синтепона. Сложиваю его вдвое. И вот этот конец, который у меня здесь. Здесь вот двое. А этот такой рваный конец. Нерезанный. Чтобы он так не бы делал резко. И вот так вот я скручиваю. Вот так вот я скрутила эту ручку. А поскольку это здесь рваный конец. И он такого здесь немножко. То есть если я его подогну, он красиво ляжет. То есть вот таким вот. Вот здесь он уже ляжет. Вот таким более очерченным. А здесь уже будет такой смягченный такой овал. И у меня вот есть кусочек капрона. Делаем ручку. Я натягиваю капрон. Ну то есть для того я просто хочу, чтобы ручка была немножко более длинненькая. А не круглая. Круглую сделать проще. Просто залаживаете туда синтепон, синтепох. И посредине заматывается. То есть как бы. Ну мне хочется сделать более длинненькую. Поэтому я вот ее хочу. Тоже так же замотаю узелочек. Сделаю. Ну только этот узелочек будет немножко вот здесь сбоку. Не посередине как на кругленьком. А здесь. Потому что там где я буду пришивать эту ручку. Потому что я хочу, чтобы она была. Чтоб он был вот такой формы. Ну подтягиваем. Смотрим. Подтягиваем. Где чтоб подтянуть. Где чтоб она все таки была более симметричная. Эта фигурка. Вот допустим вот такая. А с этой стороны вот она вот такая. И эту ручку я прошью. Обязательно прошью. Потому что. Чтобы этот узелок. Когда я его сошью. Чтобы он не развязался. Видно. То есть. Вот так же. Как бы. Если бы мы сделали. Какой-то. Круглую часть. Как для носика. Например. Но это получилось длинненькая. Вот такая ручка. Мне хочется иметь вот такую ручку. Я обрезаю. Обрезаю здесь. Вот держу. Обрезаю здесь. Не обрезалась. И вот такую ручку я получаю. Вот эта часть. Где пришивать. Она в самом верху. Ее не будет видно. И вот так будет ручка. Сейчас я сделаю вторую ручку. И мы их пришьем. Так. И теперь. Осталось. Пришить ручки. Вот. Наши две ручки. Я здесь. С обратной стороны. Здесь. Вот так вот возьму. Вот. Завяжу. И. То есть пройду отсюда. От середины. Отступлю. Здесь вот немножко сантиметр. Наверное. Отступлю. Вот. И середина. И в эту середину тоже где-то сантиметр. Отступлю. И выйду здесь. Вот. И здесь точно так же соберу на ниточку. И. Выйду. В противоположной стороне. Вот здесь. чуть-чуть чуть-чуть подтяну ниточку так вот чтобы не немножко так были подтянуты и завяжу обрезаем вот такая фигурка у нас получилось лучше было видно вот рассмотрим со всех сторон и теперь я хочу также сделать как на куколке сделаем и оформим попочку так и теперь значит мы сделаем оформим попочку я захожу сюда со срединки и выхожу в эту точку вот где я поставила сейчас уберу эту заколочку и отсюда сейчас посмотрю чтоб не проскочила и сейчас это самое повторно прохожу и оформляем руками придерживаю прорывается да там нужно будет немножко подумать прорывается и вот так здесь закреплю вот такая папочка получилось значит сейчас я только закреплю здесь пройду туда назад чтобы она не ослабла так и теперь сделаем вот на этом месте сделаем пупочек оформим так отсюда прохожу отсюда завожу сюда в серединку и немножко оставляю пол сантиметра и возвращаюсь в эту точку вот так этого достаточно чуть-чуть можно второй раз пройти но поскольку пупочек он и так видим я не буду проходить второй раз можно второй раз пройти я вот так немножко сейчас подтянул пальцем продержу и закреплю здесь я сейчас просто пройду маленьким стежком в одну сторону вот так будет и сейчас второй раз пройду в эту сторону чтобы нитка вообще ее не было видно так чтобы здесь не было видно узелков я сейчас еще раз пройду и чтобы не ослабла моя ниточка чуть-чуть подтянул и обрезаю а теперь мы получили поросеночка уже с полностью оформленными вот задняя часть вот такая передняя часть вот сбоку то есть вот такого поросеночка мы получили так и теперь сейчас мы его этого поросеночка раскрасим носик такой потемней то есть я беру обыкновенные обыкновенные косметику вот сейчас хочу чтобы был розовый но немножко потемнение ну то есть как бы раскрасили будет немножко такой своеобразный живой вид вот так достаточно хорошо то есть достаточно интенсивно вот немножко пройдусь другим цветом чуть-чуть пройдусь ротик так еще немножко и как бы губки или как это они в него называются вот и теперь здесь места надбровные ну таким чуть чуть потемней возьму цвет вот поскольку это у нас будет мальчик такой темненький будет у него это темные такие места будут так и вот так то есть таким ореольчиком и так же сейчас пудрой сделаю щечки так такой цвет здесь более как бы естественный такой вот такой цвет это не такая вот 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 так чуть-чуть здесь тоже стак перехожу сравняю чтобы не было сильных переходов таких чтобы это все было затушевано и так немножко ушки пройдем так больше от центра от центра вовнутрь вернее смотри с центра наружу только вот так вот такое движение там я не буду так так чуть-чуть пройдусь так пупочек пройду ножки так ножки делаем такой оттеночек ну и даже папочку чуть-чуть вот так закончили макияж вот так мы закончили макияж и полностью сделали вот такого пупсика поросенка вот который мне очень нравится это пупсик у нас мальчик будет еще девочка вот и на этом я заканчиваю этот проект вот кому у кого есть какие-то вопросы можете задавать в конце в комментарии в конце видео я на этом заканчиваю если кому-то понравится я буду очень рада до свидания до новых встреч и изменим мир к лучшему ну Продолжение следует...